Микрофон завоевал первый ряд. Поднимите руку дальше на других рядах, кто хочет задать вопрос. Мужчине. Мужчина, слева. Я здесь. Слева. Нажмёте один раз. Если вы будете ругаться, то Бог не будет давать вам ответа. Это было сделано для того, чтобы вы немножко успокоились. И стали достойной ответа. Понимаете? Достойной ответа. Потому что сначала у нас человек поднимает руку, а потом я ему даю возможность сказать. А вы так не сделали. Просто начали говорить и всё. Да? Ваш вопрос? Включите микрофон, да. Добрый вечер. Три раза был женат. Ещё до этого, три года с девушкой встречался. Совсем молодой когда был. Но получается четыре раза. Вы можете задолбать и четвёртую без проблем. Я знаю. Двое детей. Одна девочка от предыдущей жены, одна девочка от последней жены. Живут в разных городах. Послушайте меня внимательно. Больше не надо ничего говорить. Садитесь. Я вам сейчас всё объясню. У вас очень выражен мужской принцип в сознании. Вы сильная личность. Очень сильный мужской принцип, но очень слабый женский принцип. Я вам сейчас хочу просто задать несколько вопросов. Вы мать свою любите? Очень. А она вас? Тоже очень любит. Странно. Но так или иначе, вот вы на такие испытания вам Бог дал. Вы не чувствуете, не понимаете, кто такая женщина. Да, я чувствую, что я не понимаю. Вы давите на женщин, требуете от них своего. Вы, ну, поймите, что семейная жизнь имеет женскую природу. В семейной жизни мужчина полностью подчинён женскому началу. И это не мешает ему оставаться мужчиной. Потому что его мужская энергия нужна во внешней деятельности. Те мужчины, которые задавливают женщин, они неудачники во внешней жизни. А те мужчины, которые свою энергию внешнюю отдают во внешнюю среду, они всегда уступают женщинам и ведут себя мягко с ними. Но в нужный момент бывают строгими, когда надо. Когда женщина выходит из равновесия. Потому что женщина как река. Она не может себя остановить. Её кто-то другой должен останавливать. Поэтому она и замуж выходит. Поэтому, когда женщина выходит из берегов, мужчина её немножко осаждает. Причём он даже не осаждает, он просто становится круче в этот момент. Чтобы она полилась вниз дальше. Она чувствует, она его не сломает. Мужчина всегда, женщина всегда пытается подмыть берега. Она всегда пытается испытывать мужчину. Женщина всегда испытывает мужчину. Настоящий мужчина, он не поддаётся испытанию, он становится круче в этот момент. И река течёт дальше опять, куда надо. Но это не значит, что река течёт всегда только прямо. И берега вот такие прямые. Река может течь туда, сюда. Просто если она совсем уж загнулась, то её останавливают берега. Ваша проблема заключается в том, что вы не останавливаете чтение, а перекрываете. Так как вы его перекрываете, вы женщине не даёте жить. Ваши принципы жизни вы навязываете близкому человеку. Правила, принципы. Или наоборот, не способны принимать эмоции женские. И в результате река перетекает через берега и растекается по полю. Высыхает. Или попадает в другое русло, которое в это время было сухим. И становится другой рекой уже. Можно ещё коротенький вопрос? Мне нужно вернуться к одной из бывших жен? Или нет там уже шансов никаких? Как её зовут? Ну, последнюю Ирина зовут, а предпоследнюю Таня. Всё, у вас есть выбор, вернуться к последней, предпоследней или первой? Ну, к первой нет. Уже нет выбора? Нет, там нет точно. А две осталось? Да. Они обе ждут, да? Я не знаю этого, не могу сказать точно. Но они внешне как не замужем. А? Но они не замужем. А вы их бросили, или они вас бросили? Даже непонятно, кто кого бросил. Они не выполняли свои обязанности, с моей точки зрения. Я агрессию проявлял из-за этого. И расстались. Ну, все женщины не выполняют какие-то обязанности. Надо терпеть это. Одни женщины не любят стирать, другие не любят готовить. Третьи не любят рано вставать. Четвёртые ещё чего-нибудь не любят. Нет такой женщины, которая бы всё любила. Если вы живёте с человеком, вы должны быть человеком. Должны понять, что у неё, она имеет право на недостатки. У вас же тоже есть недостатки. Вы, например, не сдержанный человек. Это недостаток конкретный для мужчины. Почему бы вам не принять недостатки женщины? Дать ей возможность жить с недостатками. Почему бы так не сделать? Всё правильно вы говорите. Садитесь перед Богом, молитесь и думайте. Поставьте перед собой два варианта. Вторую и третью. И просто молитесь. Один из вариантов останется надолго, а другой уйдёт из вашей жизни. И идите к той, которая осталась. Пытайтесь вернуть отношения. Молитесь, простите прощение. Если ничего не получится, тогда пытайтесь идти к той, которая отвалилась. Если тоже ничего не получится, значит ищите новую. Но если человек ищет новую и при этом не восстанавливает старые отношения, Бог его не любит. Он даёт ему ещё хуже. Я вам объясню принцип, как вообще работает, который в этом случае. У человека есть благочестие внутри. Всё благочестие, самое лучшее в жизни, уходит на семью, на семейные отношения. Поэтому самый лучший вариант – это самый первый. Бывает иногда так, что человек не раскрылся, как человек. Раньше времени женился или вышло замуж. И первый вариант не бывает лучшим. Но тогда, когда человек раскрывается, как цветок, у него тогда второй вариант уже станет точно самым лучшим. Второй. И в этом случае, или первый, или второй, самый лучший. Но если человек не выполняет свои обязанности и разрушает семью, следующий вариант будет обязательно хуже. А потом ещё хуже. А потом ещё хуже. И так далее. Но всегда, в каждом случае есть закон. Чем хуже вариант, тем влюблённость более активная и радостная. Кажется, что, блин, вот теперь мне повезло, круто. А потом, когда начинает жить, оказывается всё гораздо хуже, чем было до этого. Спасибо. Поэтому лучше не бежать вперёд дальше. Будет хуже. Лучше идти назад. Я, если вы хотите, мои внутренние способности, чтобы были применены, я, как бы, чувствую, что надо возвращаться ко второй. Она вас ждёт, и она самая лучшая из всех трёх. Это именно то, что вам больше всего дано Богом. Но она сильно обижена на вас. Надо раскаиваться. Лечь перед её порогом. Сказать, не встану, пока не простишь. Применить свою силу воли в правильном направлении. Применяйте. 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 Продолжение следует...